Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город» программы «Семь минут». Недавно в Рязани прошел вот уже третий областной фестиваль сторителлинга. Кто не знает, собственно, в самом названии фестиваля его суть и скрывается – рассказывать истории. У нас, собственно, сидят его организатор Владислав Беглецов и человек, который взял гран-при на конкурсе – Антон Самусенко. Ребят, расскажите… Добрый день, Оксана! Добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее о фестивале, об его идее, кто его сюда привез к нам в Рязань. Ну, поподробнее. Ну, я начну с самого первого года, Оксана. Это год, когда Виктория Жабинская и Наташа Тручкова съездили в Москву на Всероссийский фестиваль сторителлинга. Вика заняла там первое место, сама для себя открыла какие-то новые качества у себя. И у девочек появилась идея, почему бы в Рязани привезти фестиваль стрителлинга, раз студенты не едут в Москву. Мы из Москвы привезем сюда свой рязанский фестиваль стрителлинга. И уже в 2012 году у нас прошел первый областной фестиваль, второй всероссийский. И у нас уже какая-то зародилась идея, почему бы дальше его не проводить. Потому что все больше людей начало интересоваться, студенты, молодые предприниматели, старшеклассники. И мы попросили помощи уже у Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. И они сказали, ну, если нужно, мы вам, конечно же, поможем продолжать и воплощать эту идею. И тут нам сразу присоединилось и РГУ имени Есенина. Оно нам помогает с местом размещения участников. Это конференц-зал их большой, уютный. И правком студентов РГУ, а также ассоциация молодых предпринимателей Рязанской области. Для них мы тоже организуем специальные мастеры класса, которые помогают им продвигать свои идеи, рассказывая различные истории своей жизни. То есть, собственно, их поддержкой вы заручились? Ну да, то есть, как бы, учредили у нас Министерство, РГУ и правком. А помощь у нас, как бы, ассоциация молодых предпринимателей, различные кафе Рязанской области. Мы победителям даем сертификаты различные, которые являются хорошими призами и хорошим стимулом участвовать в нашем фестивале. Ну, сказал, все больше и больше человек хотят поучаствовать в фестивале. В этом году сколько человек было? И вот так, глядываясь назад. У нас было в прошлом году 55 заявок, в этом году уже 30 заявок. По сравнению, конечно же, с прошлым годом у нас чуть поменьше заявок. И, ну, нужно смотреть, что это, конечно же, неплохо. У нас фестиваль не теряет интерес у публики. Просто мы смотрим уже по времени. Как бы уже третий фестиваль, и мы уже учитываем свои минусы и плюсы. И в прошлом году мы немного затянули фестиваль, потому что уже зрительская аудитория уже долго слушать уже тоже устаешь. Более 40 минут до кофебрейка остается. И тоже очень много хотят рассказать своих историй. И поэтому мы решили в этом году как бы уменьшить количество числа заявок, потому что, ну, правда, тяжело очень слушать. Физически. Физически сидеть, да. Антон, расскажи, как тебе в голову пришло поучаствовать в фестивале? Это очень легко. Посещая каждый день свой университет, очень заядло, мне предложили поучаствовать. А так как я очень люблю рассказывать, рассказывать много историй по-разному, по-интересному, мне сказали, поучаствуй, в чем проблема. И я согласился сразу. У меня сразу пришло много идей, я захотел сразу то и сё, но многие из них я просто выкидывал и понимал, что это не подходит. И в итоге я остановился на двух рассказах, и один, который как раз вот, скажем так, был самым лучшим. Я очень хочу услышать сегодня твою историю. История начинается с того, что это история моей девушки. О том, как она начинала свой путь в плане любви, в плане отношений, как у неё взаимоотношения с молодым человеком её были. Это очень тяжёлый, на самом деле, путь. Такого пережить я даже свою собственную врагу не пожелаю. Вот. И в итоге, то есть, после вот этого всего тиранства, боли, ощущений, как происходит этот момент, событие, вот это вот яркое, лучезарное, когда вот встречается другой человек, более счастливый, более радостный. И когда встречается я, а я на самом деле очень счастливый человек. Я просто счастлив от того, что просто хожу и улыбаюсь. Ну, ты просто счастлив. Просто счастлив, да. Вот. И получается то, что мы с ней увидимся, знакомимся, разговариваем. И вот так вот начинают наши взаимоотношения. Но пока они начинаются, развиваются потихонечку, поступенчато, она всё ещё находится в статусе занята. То есть, она не может оторваться и от него, и от меня. И вот этот вот разрыв, вот это вот я как раз старался передать отношения между мной и им. То есть, как она принимала выбор. Выбор, конечно, ей дался нелегко. Она долго думала, переживала. Бывало, что она запутывалась, спрашивала у меня, что делать. А я, как молодой человек, не знаю, что делать, как всегда. И получается то, что она спрашивает своей лучшей подруге, её подруга помогла подсказать ей. И в итоге получается то, что вот мы вот вместе. Уже практически полгода мы уже вместе. И вот я решил рассказать именно вот эту историю. Было интересно вот так со стороны послушать. Интересные идеи рассказать. Я так понимаю, это от первого лица рассказа? Да, да, да. Я такая-то, такая-то. Да, ну, вернее, даже бывало, что первая, бывало, что третья. То есть, там были моменты, когда она говорила, и притом думала, как она. И бывало то, что со стороны. Так, ну, большая часть там с первого, получается. Как аудиокнига. Да, как аудиокнига, на самом деле, то есть, очень интересно. и вот на самом деле это слушать очень интересно когда он писал то есть я представил что я пишу я думаю как она я живу как она это самое интересное а потом вот возвращаешься в свою жизнь не чат не то я не пожелаю тебе рожать как она это больно наверное владислав ну вот опять к тебе вернемся о чем же нам то собственно и к тебе тот же вопрос чуть и о чем люди вообще еще рассказывали больше о любви там животных работе но да в этом году у нас четыре номинации первая номинация это история любви конечно же вторая история это бизнес история которую рассказывали молодые предприниматели третья номинация у нас социальная история эта история неравнодушие участники рассказывали о своих каких-то героических может поступках волонтеровских альтруистических и четвертая номинация у нас я расскажу вам он это свободная история в ней больше количества участников приняло потому что свободные темы есть большой большой простор для разгули но очень конечно много истории о любви тоже потому что молодежь студенты переживания любовные конечно же у всех но больше переживаний любовных молодежь ну да молодежь студенты а максимального возраста какой из участников максимально нас где-то 30-35 лет но это конечно же молодые предприниматели которые продвигают свой бизнес реализуют свои идеи с репосредством фестиваля стритейлинга то есть они пришли рассказали свою историю до своей истории успеха как они пришли к своему бизнесу как у них вообще возникла идея открыть свое дело открыть свой кафе например открыть свой ресторан и то есть они хотят донести до нас что он своей истории что не сидеть на месте ровно нужно действовать нужно реализовать свои планы нужно тянуться успевать там была такая очень интересная история о том когда пытались сделать у нас на площади кое-что интересно лететь но в итоге так это до сих пор продолжается эта история не закончена то есть и вот мне понравилось как она рассказывала на рассказывал все это на веселе и вроде это вроде серьезно но и на веселе это вот это интересно очень или путь который прошла другая девушка как она добила своего успеха от самого низкого порога до самого высокого это тоже на самом деле тяжелый путь да и очень много историй например грустных о личных переживаниях и то есть они этой истории хотя донести что не надо так например делать либо обойти этот путь пройти например более менее травматичным для своей души например для своих переживаний то есть история хотят чему-то нас научить читали с листика или вот прям так рассказывали там был момент то есть самое начало первые два-три рассказа было с листочка но потом наши великие организаторы сказали то что это стори тейлинг по листочкам нельзя рассказывать но ребят я вам желаю успехов и большие молодцы спасибо спасибо большое к сам за приглашение но это была программа 7 минут у нас гостях сегодня были замечательные люди а влад и антон мы желаем им удачи желаем удачи вам наши дорогие теле и зрители скоро с вами увидимся до свидания